Всем привет! Меня зовут Леся, это канал о вязании. Сегодня я вам расскажу, как я вязала вот такой кардиган. Это первый кардиган, который я вообще вязала в своей жизни. И процесс был интересным, о процессе я вам сегодня расскажу. В итоге мне результат понравился, хотя есть, конечно, несколько моментов, которые меня смущают, но по определенным причинам у меня совершенно не было никакого желания его перевязывать. То, как в итоге кардиган выглядит, мне нравится. Я предполагаю его носить и с юбкой, и с брюками. Я вставлю вам картинки того, как он выглядит со всех сторон. У него такие укороченные рукава и по бокам разрезы, то есть между спинкой и полочками. Вот такой разрез. Сверху он оформлен лизинкой, обрамлен. Вот так вот выглядит этот разрез. Итак, начнем по порядку. Как я вязала, какими спицами, из чего. Вязала я из пряжи Alize Lana Gold Plus. Мне захотелось связать из этой пряжи после того, как я связала из Alize Lana Gold, просто без плюса, эта нитка была потоньше. И хотя мне не очень понравилась эта ниточка тактильна кожи, но она очень износостойкая, мне ее это качество понравилось. Мне показалось, что это подходящая пряжа как раз для такого кардигана пальчишка, что ли. И она не такая дорогая, чтобы я смущалась в этом кардигане потом где-то садиться, потому что я планирую его носить очень интенсивно летом. И мне не хотелось переживать, что у меня на него ушло несколько тысяч. И я его там страшно берегу. Поэтому это будет у меня такой. Ну, в общем, очень повседневный вариант. Для этого такая нитка очень подходящая. И вязала я спицами номер 5, обычными круговыми своими Adi. С самого начала у меня с этим кардиганом немножко не задались отношения, потому что, насколько вы знаете, если вы смотрели мое видео о покупках пряжи, эта пряжа должна была прийти серого цвета. Как вы можете заметить, это не совсем серый цвет. Вот у меня моточек даже этой пряжи остался целенький. Это такой какой-то очень светло-лавандовый, что ли, я бы сказала. Или лавандово-серо-синий. При разном освещении он смотрится по-разному, но вот сейчас у меня дневной свет от окна, и мне кажется, достаточно достоверно выглядит на камере этот оттенок. Итак, как же я вязала? Вязала я сверху. Как вы знаете, я предпочитаю минимум швов, поэтому здесь было выполнено как раз минимум швов. Я по отдельности начала вязать полочки и спинку. Вот здесь у меня было 22 петли. Я набрала сразу 22 петли, и тут же здесь я набирала 9 петель и вязала сразу резинкой. То есть у меня не пришито это отдельно, я вязала тут же в полотне, мне так больше нравится. И продолжала я вязание, делая при этом прибавления в каждом 14-ом ряду. Вот видите, пряж достаточно крупная, поэтому эти прибавления можно видеть. Вот они. Провязала я вот досюда, и левую, и правую полочку. То же самое я сделала со спинкой. То есть спинку я провязала здесь 22 петли, несколько ледочков, по-моему, 4 ледочка я провязала. С другой стороны сделала то же самое и соединила это все, набрав по середине между ними 30 петель. То есть вы можете видеть, здесь у меня 22, здесь 30, ну вот я даже вот так скажу, вот здесь у меня 30, вот так, потому что вот это 4 ледочка, которые я провязала. После того, как я провязала вот это расстояние, я уже соединила все эти 3 кусочка на одни спицы и вязала на круговых, просто туда-обратно, туда-обратно. Все вот это вот ленющее полотно, не забывая делать прибавления здесь в каждом 14-м ряду. И потом, собственно, оформила разрезы. Я не планировала изначально сразу делать такой неровный край, но потом, когда дошло до этого места, я вообще люблю походу экспериментировать, что-то придумывать. Мне показалось, а почему бы и нет? У меня даже была мысль сделать очень глубокие эти разрезы, а потом я подумала, мало ли, начинает еще как-то пряжа скручиваться. И, в общем, оставила их вот такими вот небольшими. Ну, с рукавами тут все понятно. Рукава я набрала из тела. Это у меня вышло 54... А, нет, это у меня было 50 петель. Я набрала из рукава, из проймы рукава и связала рукав. Тут тоже такие разрезики. Вы можете заметить здесь такую сборочку. Изначально я эти сборочки не планировала. Но после того, как я разными способами постаралась, сшить этот рукав. Изначально я связала рукав вообще длинный. Я этот рукав вшила в тело. Мне не понравилось, как смотрится шов, потому что сделала я его как-то не очень аккуратно. Пряжа толстая, поэтому любой бугорок, любой нюанс сразу очень сильно видно. Потом я связала уже из тела. Несколько раз перевязывала. В общем, пришла к тому, что вот как есть, так и хорошо. И у меня сверху было все равно, мне не нравилось, как рукав входил в тело. И поэтому я сделала такую сборочку. По сути, это мухлёж. Из-за того, как мне не нравилось, идет плечо, образовалась сборочка, и теперь меня все устраивает. Перешивать, перевязывать у меня уже не было сил. А такой момент сборочки вроде бы актуален. Я видела несколько раз такие модели, и меня все устраивает. Из-за недостатков, из минусов. Знаете, наверное, изначально из-за того, что ко мне пришла именно не та пряжа, у меня какой-то настрой был к этому кардигану. Как сказать, несколько небрежный. Я его вязала уже левой пяткой. Если до этого свою баклажановую водолазку я на спицах и 3-2,5 перевязывала несколько раз, мне доставляло только удовольствие того, что я приближаюсь просто к водолазке своей мечты. Что касается этого кардигана, здесь было наоборот. Изначально мне пришла пряжа, которая мне не нравилась по оттенку. Сейчас я вроде бы привыкла к этому цвету, но я все-таки хотела серый. И я так вязала. И потом уже заметила, когда довязала до середины, что начала я очень-очень слабенько. А, кстати, не сказала вам, как я вот этот момент связала. Просто потом здесь сшила, здесь сшила, провязала вот такую вот полосочку резинкой. Ну и просто ее пришила. Тут никакой особенной фантазии. Я знаю, что там есть разные способы, но мне не нравится способ, когда вот здесь видно шов. Мне кажется, что когда шов здесь, на плечевом шве, это как-то аккуратнее смотрится, чем когда шов здесь. Хотя, казалось бы, когда вы надеваете вещь, все равно на шее не видно. Ну вот. Безусловно, очевидно, что вот в этом месте, хотя все связано спицами номер 5, связано намного более свободно, чем в других местах. Особенно более свободно, чем в рукавах. То есть, если сравнить это место уже там с основным полотном, с низом, ой, не знаю, на камере вы заметите или нет, что здесь намного крупнее. Ну, не намного, потому что все-таки спицы были и там, и там одинаковые. Ну, вот как-то здесь я вязала плотнее. А на рукавах, потому что вязала по кругу очень плотненько, вообще получилось очень плотно. Хотя, знаю, что есть даже такой прием, когда рукава вяжут несколько плотнее. И именно на спинке вот этот вот кусочек у меня такой расхлябанный. Из-за этого, мне кажется, это одна из причин, почему рукава не очень аккуратно садились. Но, понимаете, что вот эту вот разницу я заметила уже тогда, когда практически довязывала кардиган. И у меня совершенно не было никакого желания перевязывать, тем более это на спине, сзади за волосами, это не на заказ, это для меня, это мой первый кардиган. В общем, я довольна, я расслаблена. Но вот да, он не идеальный. Мне нравится. И я уверена, что это та вещь, которую я буду носить. А вот, кстати, бывают идеальные вещи, которые лежат, хоть их в музей, и их все равно почему-то не носишь. Вот такой вот он у меня красавчик. Мне он очень понравился. Не знаю даже, что еще вам о нем рассказать. Какого-то подробного мастер-класса я не планирую, тем более первый кардиган в моей жизни, какой может быть мастер-класс, может быть, в дальнейшем я как-то расскажу о том, как вязать кардиганы. Но вот пока это для меня была новинка. Мне очень понравилось. И поскольку кардиган вообще в одежде очень многофункциональная вещь, прекрасно комбинируется с ней комплект, и практически любой комплект можно украсить кардиганом, я уверена, что это мой первый, но не последний кардиган. Спасибо вам за внимание. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok